Катаракт Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами говорили о катаракте, и очень часто такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а к какому хирургу лучше идти? Пофамильно? Ну, я как-то в прямом эфире говорил уже, хотя, в принципе, я не должен называть фамилии, но прежде всего хочу обратить ваше внимание. Перед тем, как оперироваться, надо первое, три вещи знать. Первое. Узнать о хирурге. Какой он квалификации, сколько он прооперировал, какой он категории, насколько он классный как хирург, насколько его квалификация высока. Это первое. Второе. Где вас будут оперировать? В провинциальном каком-то городе или в хорошо оснащенном в офтальмологическом центре? Это второе. Это условия операционные, оснащение операционное. А третье? А третье очень часто не выполняется. А третье, что, как вы думаете, а я уже говорил, это необходимость у самого хирурга, необходимость постоянного хирургического тренинга. То есть каждый день он оперирует без пропусков именно эту операцию, в частности по катаракте. сплошь и рядом. Я встречал и в Москве, и здесь, и в Киеве, кстати, вот хороший хирург, слывет как великолепный хирург по операции катаракты. Но я задаю вопрос, а скажите, пожалуйста, вам пригодилось, приходится делать операцию по поводу косоглазия? Я говорю, вы хорошо знаете это? Ну, как меня учили? Вот это категорически недопустимо. Операция по поводу катаракты – это одна технология. Операция по поводу косоглазия – совсем другая технология. И чтобы, кстати, чтобы сделать операцию по поводу катаракты, если грамотный хирург, прекрасное оборудование, то проблем нет. И особого мозгового, ну, будем говорить, мозговых усилий не требуется, когда все отработано до микрона. Об этом Светслав Николаевич Федоров говорил. Чтобы, не думая, работать все, все, что слажено, было на хирургическом конвейере, о чем он говорил. А я у него был, работал у него какое-то время. И когда, перед тем, как создавать свой конвейер. Что же касается подходов к операции по поводу косоглазия, здесь надо очень много знать. 12 мышц. И надо знать, за какую мышцу браться на хирургическом столе и в какой степени. Это очень сложно. Поэтому доктор должен знать хирург. Офтальмокардиометрию, о чем я говорил. Но большинство не знает. Правила трех шагов, безусловно, не знают. Поэтому хирург, который великолепно оперирует катаракту, не имеет права, он не может качественно лечить косоглазия хирургически. Это самое главное, что я сказал. Правила трех шагов. Я спрашиваю у хирурга в Москве. А вы знаете, когда он сказал о том, что он и косоглазия оперирует? Нет, не знаю. Значит, естественно, он не может классно прооперировать этот вид проблемы. Поэтому здесь надо определить, кто. Это третье условие. То есть, другими словами, хирург должен как спортсмен, как музыкант постоянно быть в тренинге. Это вот условие, которое необходимо знать перед тем, как довериться врачу. Какому врачу? Это вопрос другой. Я уже указывал. Мне задавали вопрос и в прямом эфире. Я говорил о том, что у нас достаточно хорошие хирурги есть в Крыму. Ну, в частности, я назвал ОКО-центр. Это Олег Расин. Это клиника профессора Ивановой. Профессор Ивановой. Кроме этого, Любовь Михайловна Ябрашева, республиканский офтальмолог. Это те специалисты высокого класса, которые всегда могут помочь на самом высоком уровне. Больше я еще могу называть. Это Лившиц в Ялте. Прекрасный хирург. Могу еще. Но я к чему говорю? Но их немного, подчеркиваю, таких классных. В Херчи прекрасный хирург. То же самое. Я могу много еще назвать в Москве, в Киеве. Ну, мы сейчас будем говорить в принципе. Надо напасть и попасть к хорошему хирургу. Но для этого надо искать. Искать и знать критерии. Пусть не обижаются хирурги, которых я не назвал. Просто я назвал тех хирургов, которые наиболее сильные, наиболее востребованы. Самое главное, сохраняйте здоровье и зрение. Всех благу.